Здравствуйте, дорогие зрители! Не пугайтесь, с вашим монитором всё хорошо. Просто вот мне не спится. Я вот всё беспокоюсь, думаю, как же так. Я не снял обзор на телефон, который обещал. Поэтому вот пришёл на балкон и решил убить двух зайцев. Первый зайц в темноте. Мне хотелось бы показать вам, насколько хорошо можно видеть изображение на разных углах поворота телефона. По-моему, очень даже хорошо. А второй зайц, которого мне хотелось бы убить, это включить GPS-тест. Если вы смотрели предыдущее видео, вы должны были заметить, что у меня балкон имеет панорамное остекление. Поэтому я сейчас нахожусь на балконе и фактически GPS-тест будет очень приближен к улице. Кстати, для тех, у кого был вопрос, видите, в левом верхнем углу 4G. То есть 4G у нас работает на всех операторах. Включаем GPS-тест. Смотрите, холодный запуск из 31 спутника, который находится в видимости, он взял и держит 13. При этом мы имеем очень хороший показатель точности. Точность у нас составляет 13. Это очень хорошо. Давайте посмотрим, сколько у него ушло времени. Времени на то, чтобы спозиционировать себя, где он находится, у него ушло 5 секунд. По-моему, это очень хороший показатель. Давайте вернемся к спутникам. Видимости спутников стало поменьше. Их сейчас 24. Из них он использует 11. И точность его позиционирования 36. 30 сейчас. По-моему, это вполне хорошие показатели. То есть все спутники у нас прям вот зелененькие, немножко желтенькие. Единственное, вот я не пойму, почему у него скорость пляшет. Он считает то, что я двигаюсь со скоростью 1 мили в час. Учитывая то, что мили составляет 2 километра, он считает меня подвижным. Давайте посмотрим на, скажем, Яндекс.Картах, как он будет меня кидать влево-вправо, или этого не будет. Так, ну, смотрите. Все, он спозиционировался. И очень точно достаточно держит. Ближе уже приблизить невозможно. Ну, видите, да? То есть значок стоит практически без движения. Ну, чуть-чуть левее-правее его, конечно, не вообще поцелует. Мне очень нравится точность и количество спутников, которые он держит. Так, мы какой-нибудь еще тест сможем посмотреть? Или ну их все в болот? Давайте решим. Посмотрим, что у нас здесь есть. Вы знаете, я уже даже закончил видео, но тут решил провести еще один тест. Мне стало интересно, насколько хорошо телефон будет фотографировать в темноте. То есть вот, давайте я подсвечу телефоном. Видите, здесь лежит детская игрушка, достаточно темно. То есть если убрать телефон, вы видите то, что освещение, ну, очень-очень слабое. Значит, что я сейчас делаю? Я навожу. Ну, вот так же видите то, что телефон на экране тоже ничего не отображается. Он считает, что полнейшая тишина. И для частоты эксперимента здесь есть, конечно, кнопка. Для частоты эксперимента мы сделаем два фото. Первое фото нажатием пальца на экран. То есть в этом случае телефон подсветил, нашел, что он хотел сфотографировать и сфотографировал. А второй вариант съемки будет делаться путем нажатия кнопки, которая находится на боковой части камерафона. То есть я нажму, сначала нажму в полсилы. Видите, все потухло. И потом нажму до конца. То есть что произошло? Давайте даже сравним две фотографии. Если честно, я не вижу отличий между ними. Реально разница была в чем? В первом случае, когда я нажимал на экран, телефон подсвечивал, находил, что он хочет сфотографировать и фотографировал. Вернее, что хочу сфотографировать я, естественно. Во втором случае он включался, находил, запоминал. А повторное нажатие уже, ну, заметили, очень быстро он взял, сделал подсветку и сделал фотографию. Давайте посмотрим, что будет, если отключить вспышку. Если мы отключаем вспышку. Нет, просто произошла фотография и ничего не изменилось. То есть вот режима автоматического, во всяком случае, режима для того, чтобы делать в темноте, я не вижу. То есть вот то, что есть в ВАЗу Zenfone Max, что прям вот совсем чуть-чуть освещения, и он начинает совершенно иначе работать. Здесь это внутрь нет. Давайте я попробую сейчас включить режим Pro Camera. Ну, смотрите. Видите, желтенький появился, да, уже кружочек. Это означает то, что у нас включена Pro Camera. Освещение, городское движение, звездный след. Давайте это уберем. Значит, смотрите. Я включил Pro режим. В Pro режиме можно менять достаточно большое количество настроек. В принципе, можно довести фотографию, да, очень хорошего ума. Надо понимать то, что вот, если я сейчас уберу телефон, вы видите, да, как видит все это дело моя камера. Ну, и посмотрите, как все это делает. Достаточно хорошо начинает видно становиться на Lenovo Vibe Shot. Ну, по-моему, это достойно, достойный результат. Я подозреваю, надо будет с фотографиями днем побаловаться, что-то интересное сделать и добавить это в видеообзор. Сделаем ему тест скорости. То есть, вот в данный момент у нас отключен Wi-Fi. И мы заходим... Ну, давайте проверим. Предлагается скачать. А я не хочу скачивать. Абсолютно не хочу скачивать. Поэтому давайте... Проверим через вот... Toeep.com.ua Это вы знаете, наверное, я лучше зайду на... Яндекс.Интернет.метр. То есть, это, наверное, будет то, что надо. Проверим сюда. Ну, смотрите, да? Наша скорость у вас перед глазами. Это у нас 4G от Beeline. Давайте еще раз измерим на всякий случай. Видите, вот уже совершенно другие цифры. Давайте третий раз контрольный замер сделаем. Смотрите, совершенно отвратительно чего-то он в этот раз показал. Ну, о чем это говорит? Да, скорость мобильного интернета у нас, ну, пляшет. В данном случае это у нас был Beeline и небольшое замкаде. То есть, это Москва, небольшое замкаде. Четвертый раз я не вижу смысла проверять. Значит, на данный момент, да? Еще раз. Вот так вот у нас выглядит экран. Достаточно хорошие углы обзора. Хорошие углы обзора. На данный момент времени 23 часа 27 минут 6 утра. Он включен. На нем использовалось безостановочно. Вот прямо перед съемкой выключил рацию ZEL. Она достаточно сильно подъедает. Делали звонки. Ну, то есть, вот этих 2900 мА аккумулятора. Ну, ему на какое-то время хватает. Как минимум на день без проблем с запасом есть. Значит, GPS-тест показал. Обзоры показал. Ну, наверное, теперь я смогу со спокойной душой лечь, отдыхать. Вот. И на днях, я думаю, выложу новый тест. Это будут Antutu-шные. Ну, что-нибудь еще, наверное, придумаю. И уже при свете я сниму. За 7. Все. До скорых встреч.